Приветствую вас дорогие друзья дорогие зрители и подписчики моего канала за микрофоном как обычно антон и я продолжаю проходить игру fallout 3 ну что друзья в предыдущей серии я все-таки добрался до rivet city сквозь мутантов сквозь проблемы вот собственно говоря до этой точке на окраине вашингтона здесь на пристани находится огромный корабль внутри которого расположилась лаборатория целый город тут есть рынок бар и собственно говоря то зачем мы сегодня пришли это информация о сколько раз говори джеймсе нашим отцам воспрещен хоть кол на голове это ты видите сразу знала или ты он ты сын джеймса да что ты здесь делаешь доктор ли постойте откуда вы знаете кто я мы встречались ты меня не можешь помнить а джеймс наверняка обо мне не говорил как всегда я доктор мэдисон ли я работала с твоими родителями много лет назад теперь я управляю научной лаборатории здесь в ревит сити что мне еще осталось когда твоя мать умерла твой отец решил уйти и забрать тебя с собой он бросил наше дело нам оставалось только сделать то же самое я ищу моего отца вы видели его ты нет я думал это он тебя сюда послал в таком случае почему-то не в убежище джеймс сказал что оставил тебя там причем тут я ну в принципе мне пришлось уйти из убежища чтобы найти его вот как мне казалось он хотел от тебя прямо противоположного что ж здесь ты его не найдешь он уже ушел а вы не могли бы сказать куда он ушел твой отец настаивал чтобы мы возродили проект чистота я пыталась объяснить ему что прошло слишком много времени ничего не получится разумеется он не послушал решил доказать что у него получится и отправился в старую лабораторию мне очень жаль я не знаю что еще сказать а где она находится в старом здании мемориала джефферсона на юго-запад отсюда пожалуйста не иди за ним глупо даже думать о том чтобы отправиться туда в одиночку а вы не могли бы напомнить мне почему мой отец ушел последнее что я слышала он решил вернуться в лабораторию проекта чистота в старом здании мемориала джефферсона я все равно считаю что это опасно и ему не стоило рисковать это все что я знаю расскажите побольше о моих родителях думаю что да я работала с ними несколько лет до тех пор пока пока твоя мать не умерла а твой отец не решил уйти что еще ты хочешь узнать но я не помню мою маму расскажите мне о ней на твоя мать она она была хорошая женщина и была очень предана делу твой отец очень ее любил когда она умерла это была трагедия она так ждала тебя каким был тогда мой отец джеймс он был одержим идеей хотел изменить мир впрочем все мы тогда такими были для него в мире существовало две вещи проект чистота и твоя мама когда она умерла он по моему он просто сдался я знаю он хотел уберечь тебя но мне кажется он еще и убегал от воспоминаний но по моему он так и не смог совсем похоронить эту идею честно говоря я с трудом верю что он терпел столько времени и только сейчас вернулся а почему умерла моя мать что случилось осложненные роды никто из нас этого не ожидал мы оказались не готовы пойми все что у нас было древнее оборудование собранное по кусочкам мы сделали все что смогли понимаю наверняка вы сделали все что смогли что ж мне очень жаль что этого было мало давай чего-нибудь другом собственно расскажите мне о проекте над которым вы работали с моим отцом мы называли его проект чистота что ты хочешь узнать какова была ваша цель цель была очень просто чистая свежая вода для всех такая простая и пусть никто не уйдет обиженным интересно чтобы построить сооружение которое разом бы очистил всю воду в приливном бассейне ни радиации ни грязи просто чистая вода просто дело оказалось сложнее чем мы думали почему проект не заработал отработали основные принципы мы хорошо изучили научную базу но радиация в этом районе настолько велика лабораторные испытания прошли с блеском но каждая попытка воссоздать процесс в крупном масштабе заканчивалась ничем может быть у нас больше времени или ресурсов почему и свернули проект что случилось и и не просто лаконично больше проблем чем мы могли решить но твое рождение переполнила чашу твой отец решил что ты важнее нашего дела и ушел он бросил нас всех после его ухода братство решила что на нас не стоит тратить силы лишившись их защиты мы вынуждены были бросить очистить так вас братство стали прикрывала понятно ладно давай я пойду пожалуй поисках отца отца естественно я буду искать ухты ребята вы кто такие михрена ты сморщенный улюбил аборанта какой-то более помятый вид а нельзя ли тебя нанять зачем у тебя проблемы с тем нет так лучше не стоит говорить я слушаю для тебя это может быть уникальный шанс у меня пропало некое очень ценное имущество и ты поможешь мне его найти пропавшее имущество какое именно как бы мне объяснить по понятнее ты думаешь что роботы это консервные банки с винтиками мистер помощник и всякое такое так вот не все роботы таковы видишь ли в в содружестве мы делаем искусственных людей синтетические гуманоиды запрограммированные думать чувствовать и делать то что нам нужно и время от времени они дезориентируются и уходят куда глаза глядят по-моему это что-то вроде рабства ты уверен что они уходят ненарочно глупости мы о машинах говорим ты можешь поработить генератор или водоочиститель конечно нет тут тот же принцип но вернемся к твоему заданию тебе нужно найти пропавшего андроида я проследил его до столичной пустоши он где-то здесь вероятно он изменил что-то глобально например сделал пластическую операцию и стер себе память иначе я бы уже нашел его это будет непросто он может даже не понимать что он андроид только не волнуй его разговорами просто придешь и доложишь мне я разберусь ну не знаю как у вас на севере но у нас тут принято платить за работу прости упустил из виду в моем распоряжении прогрессивные технологии содружества я с радостью поделюсь ими с тобой только подумай тебе будут завидовать все твои друзья знаете друзья это интересный квест я возьму его великолепно найди его и не останешься в накладе вот послушай что он мне написал он издевается надо мной клянусь он за это ответит добавлен заметка что вообще такое андроид мне нужно побольше узнать о моем объекте забудь обо всем что знаешь о роботах те консервные банки просто детские игрушки по сравнению с настоящим шедевром у андроидов есть кожа и кровь их запрограммировали симулировать человеческое поведение например дышать они даже могут вполне натурально есть и переваривать еду есть предположение по поиску андроида я подозреваю что ему полностью изменили внешность и возможно даже стерли память расспроси докторов или техников может они что-то знают про андроида если он выходил с ними на связь у них могли остаться записи начни с доктором он живет на этой дырявой лодке может он что-нибудь знает он же врач в конце концов а теперь прошу меня извинить я занят игнорированием окружающей обстановки а зачем ему менять лицо и память возможно возможно на самом деле он не просто ушел может он сбежал возможно он неверно истолковал свое положение счел себя пленником и бежал из плена возможно мой андроид стремился забыть о прошлой жизни стереть всю память всю вину обмануть себя настолько чтобы считать себя человеком так что нет он может и не совсем обычный робот но он точно не человек как бы ему того не хотелось я его сделал я его хочу вот и все понятно но думаю что мне пора идти ну еще бы козел ребят вот она холл тут ходит дженнис каплински я с вами еще обязательно встречусь на самом деле квест очень интересный и прям он такой он крутой дженнис вы за мной следите что ли я надеюсь что ты не собираешься это взламывать да нафиг вы мне сдались так теперь задача выйти из этого кошмара потому что это просто лабиринт сообщи мне кому-нибудь из охраны если увидишь что-то подозрительное ох чувак зря ты сейчас заговорил потому что я чуть не спойлернул этот большой квест короче друзья товарищи так во правильно ревит сити так секунду во хорошо так а что у нас по времени 19.22 ну чё ребят наверное давайте метнемся в технический музей выполним квест 3 dog night и потом уже будем ох у меня тут миниган имеется ну какое-нибудь надо оружие взять попроще давайте я не знаю лазерный пистолет возьмем в общем то выполним этот квест а потом уже будем выполнять квесты основные караванщики стоят продолжим основной квест тем более что его выполнять не так уж далеко вон он мемориал там находится лаборатория а пока шуруем к монументу Вашингтона к техническому музею и выполним наш ранний квест так ну что опять метро 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 мг спасибо фондюпон анакостийская переправа ну собственно мы вот ее открыли вот следующая станция буквально это уже музей ядер кола секунду секунду да мне не показалось копать тут их ребятки так а можно ли как нибудь подстрелить и как нибудь жахнуть ммм 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 вот это вот черта ммм в голове какую мы сейчас насуем ммм Так, вы, ребята, идёте? Да, вы идёте. Так, у меня же тут мины есть. Мины, мины. Вот они, противопехотные мины. Ставим. И всё, и ждём. Хорошо. А где второй? Дядя? Ку-ку, ёпта. О, у дяди штурмовая винтовка. Понятненько. Так, давайте подсевимся. Давай, давай, давай. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда, родной. Вот я тут для тебя приготовил. Идёшь? Прекрати, у меня перед глазами мистер. Угу. Жить. Я думал, ты заденешь мину. А ты её обошёл. Тактично, грамотно. Ну и ладно. Главное, что я уработал их всех. Это самое главное. А нет, ещё не всех. Какая-то бешеная Манда с дубиной прибежала. Ну что ж ты так. У тебя каза только искакать. Спокойной ночи. Надеюсь, больше тут никого нету. Не хотелось бы на кого-нибудь наткнуться. Бафаут. Патроны. Пистолет. Меня устраивает. Так, тут всё закрыто. Да. Тут всё закрыто. О! Тут у них, видимо, поляна накрыта была. Кулачный бой. Винт. Неплохо. Пивко сидят, дуют. Винтаты у них тоже есть. Вот ещё. Радыкс. Искарь. Вон ещё. Вот прям стоит. Винт. Медыкс. Чуть не пропустил. Шприц в тарелке валялся. Прикиньте. Так. А куда же нам идти? Теперь. Так. Это выход в пустошь. Ну, наверняка нам надо идти вот туда. Назад. Судя по карте. Если она нужна на станцию. Музей. Мюзеем. На мой взгляд, вообще, я так что-то вспоминаю. По-моему, Fallout 3. Это последняя игра. Ой, твою мать. Где переводили текстуру. Потому что здесь даже плакаты, надписи на стенах. Здесь всё переведено. Нихрена какая. Дерзкая. Ох ты, твари. Давай. Давай, Шаболда. Ты там где? Ты же вот здесь где-то сидишь. Да? Псина. А что у псина? У псины пистолет-пулемёт, между прочим. Фу. Слава богу, я её... Зарубил. Завалил. Уничтожил. Стер. Стер. Всё. Контировка. Гранаты. Щиток. А, ну по факту это тупик. Да. Зря только пришёл сюда. Нет, не зря. Стимулятор есть. Уже не зря пришёл. Я надеюсь, что вот этот поворот куда-то ведёт куда надо. Снаряга. Вот с пистолетом, пулемётом пока похожу. Патронов на него много. О! Станция-музей. Аванпост Молла. И знак Братство Стали. Ну это нихрена не Братство Стали, я вам хочу сказать. Это Рейдер. У которого башка лопнула. Где же вы, где же вы, где же вы? А, вот я уже вижу. Давайте подкрадёмся. Если получится. Пасть порву и моргалы выколю. Помогите, хулиганы зрения лишают. Спокойной ночи, недоносок. Два человека тут было и всё? А, нет, нихрена. Время умирать. Время умирать. Это, это, это... Ребята, вы видели, как сейчас это было? Душь, 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 душь. Всё. Ни единого промаха. Это... Это было потрясающе. Что-то там сыпется. Из расщелины. Кругом люди. Повешенные. Кто-то стреляет. Я надеюсь, это выход... Исторический музей и монументы. А мне нужен технический музей. Я правильно понимаю? Или я уже загоняюсь? Давайте сходим, посмотрим, кто тут. Здорово, мудак. А, нет, я не буду по тебе стрелять. Давай там, разбирайся. Трать патроны. Хотя... Шаболда какая-то. В кашу. Потому что у тебя патроны есть. Я только ради этого. Слушайте, ну райдерши прикольные, конечно. Девки все такого спортивного телосложения. Доброе утро. Нет, я тут выходить не хочу. К монументу. Нафиг мне такое. Нафиг мне такое надо. Так. Снаряга. Выкинем это говно. Мне нужно к техническому музею. И, скорее всего, это с другой стороны надо выходить. Вот в ту дверь. Потому что сначала нужно найти тарелку. Сам. Как бы... Правильно сказать. Радар. Во! Вот это наша остановочка. А потом уже топать в исторический музей. Неплохо. Дротики мне абсолютно ненужные. Но тоже неплохо. Это станция. Все переведено. Все текстуры переведены. Последний раз, когда я такое видел, это был... GTA 3. Ой, мать моя. Сколько ж тут супермутантов. Я и забыл. Я и забыл. Так. Но кончение ружье брать тупо. Хотя... Мать твою, зачем же граната? Почти, почти кончился. Быстро обыскиваем. И текаем отсюда. Тем более, что вот он, по-моему, да? Это музей? Да, это музей. Прыжочками, перебежечками. Хоп. Заходи. Чего ж ты стал-то? И тут враги. И тут враги. Так, надо бы закинуться колесьями. Потом подкупим стимуляторов. Так, нет, давайте... Это было глупо. Признаю. Давай, перетоним ему голову пару раз. Хорошо. Твою мать. Вас тут двое. Боюсь, что, ребят, на всех патронов не хватит. Как меня дабл пенетрейшн устроили мне, суки. На, сука. Прям в ухо. И башко оторвало. Че, дядя, будем мы с тобой в белом танце кружиться? Или будем стреляться, как Пушкин с Дантесом? Слушайте, ну тут я много, конечно, патронов потрачу. Зато следующий уровень. Неплохо. Так. Так. Шо у нас тут? Куда можно вкинуть это все дело? Я думаю, надо в оружие кинуть. Потому что, ну, прям точность. Прям такое себе. Взлом, в принципе, бартер. Красноречия вполне хватает. А вот легкое оружие надо брать. Стальной кулак. Это в рукопашную. Прохвост. Красноречие бартер. Понимание учебных. Вечное дитя. Прилежный ученик. Папенькин сынок. Слушайте, а вот папенькин сынок, наверное, стоит взять. Медицина и наука. Плюс 5. Отлично. Так. Легкий, легкий сейф. Прямо сохраняемся на изи. И давайте пошуршим, что тут есть. Кексы. Макароны с сыром. Пришел, называется, в музей пожарать. Есть у меня ощущение, что тут их, мутантов этих, до жопы будет. Так, терминал. А где этот Вирга-то находится? Путеводитель. Это что, луноход, да? Тогда космический. Космодромы несет вас к звездам. Подивитесь смелости человеческой. Вирга-2. Участвовавшая в первой высадке людей на Луну. Окунитесь в океан неодолимых сил на нашем симуляторе перегрузок. Короче. В планетаре копе. Короче. Идем к Вирга. Не знаю, где он. Атриум-убежище. Вирго-2. Вот туда Вирго-2. Неслабо. Тут, оказывается, убежище было под... Под музеем. А что, я не помню такого? А стоит мне туда вообще идти? Я бы не сказал, что тут обитают люди. Ну да. Коровяка кругом на полу. Все ржавое. Что-то прямо... Что-то прямо... Я уже пальчик держу... Держу на ватсе. Кулинар-3000. Ага. Дичь какая. Я хоть правильно вообще иду? Нет. Это я уже с другой стороны вышел. Это я уже с другой стороны вышел. Да, правильно. Очень понравилось. А, вот я понял, куда я вышел. Вирго-2. Западное крыло. Не хотелось бы долго мучиться. С поисками. О, винтокрыл. Да, это точно, это винтокрыл. Модель прототипа транспортного вертолета. Разрабатываем в настоящее время для вооруженных сил США. СВВП. Самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Опа. Вот такая вот штука. ВВС надеются поставить ее на вооружение к 2085 году. Ну, ставьте, ставьте. Что-то тут бошкается. Экспозиция обновляется. Спасибо за внимание. Вот он. Петух. Твою мать. И тут много петухов. Больше, чем мне надо. Не столько хп я хотел ему снести. А, он выронил винтовку. Что-то твою мать, как меня... Отрабатывают-то по мне, а. Патроны кончились. Не ожидал я их, что тут будет так много. Ладно, берем штурмовку. И работаем на малой дистанции. Так, патроны. Где эти два нетрадиционных ракета Дельта... Дельта-9. Подарен на музей управления по исследованию космического пространства США. Не остановись! Да ладно. Серьезно? Да еще бы. А мне-то как больно. А мне не больно? Пес. Я у твоего трупа ручек пообглодаю. Я у твоего трупа ручек пообглодаю. 10 крышек. Где? А, ясно. Ну что ж так мало дэмэджа. Ну, это уже приятно. Это уже хорошо. Так. И тем не менее. Вирго. Где Вирго-2? Ракета это хорошо. Кстати. Я тут ничего сейчас не активирую. Информация. УССА. В 2020 году. Одноступенчатая. Самый длительный космический полет Дельты. 17-дневная экспедиция на Луну. Под кодовым названием ZEVS-12. Ясненько. Маленькая испорченная книга. Так, давайте подсевимся. Я сейчас попробую ломануть эту неприступную крепость. Твою мать. Надо немножечко дожать. Во. А туда ли мне надо? Неожиданно решил я задать этот вопрос. Вантус. Чудо-клей. Металлолом. Проводник. Кто-то там вошкается. Информационное сообщение. Система записи работала со сбоями. Так. Ребят, я специально для вас это все открываю. На паузе. Я потом сам буду читать. Потому что это читать неинтересно на запись. Защита слуха. 120 децибел. Не слабо. Спускает воду после пользования унитазом. Идя в уборную, люди ожидают увидеть чистое и опрятное помещение. Чтобы избежать повторения неприятностей для входа в кабинку. И выхода из нее вам надо будет перенести к считывающему устройству карточку. Во. Вот это правильная система. Люди дрищут и не смывают. Стоп. Там дверь открылась. Мать твою. Реально открылась. И все в стену. Ну вот. Как вот. Это вот назвать-то. Это же не Battlefield, где из глаз огонь идет. Тихо. Тихо. Оп. Здрасте. Слушайте. G3. Отлично их рубит. Винтовочка-то. Но я ее называю G3. Твою мать. Что, 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 что? А, вижу. Бестия. Это бестия. Ё-моё. Да твою мать, начинает клинить. Начинает клинить уже винтовочку-то. Перезарядку. А вот это, по-моему, и есть Вирга. Так. Отремонтируемся. Во. Да? Это... Да. Это Вирга-2. Луноход. 16 июля 69-го года. Луноход Вэллент-11 серии Вирга-2. Стал первым в истории пилотируемым космическим аппаратом. Вот, кстати, в тему США и вообще игры, медали, медаль почета, крест ведущейся службы, серебряная звезда, залетные заслуги, морской крест, авиационная медаль, бронзовая звезда и пурпурное сердце. Вот чем мне еще нравится третий фалач, так это особым упором на историю США. Я понимаю, что именно игрокам из США эта игра будет особенно приятна, потому что тут очень много моментов завязано на истории США, на становлении государства. И очень много отсылок к именно истории США, но вот прям это вот, вот это сделано хорошо. Снимаем тарелку и чапаем отсюда, наверное, знать бы еще куда. Планетарий. Дверь. Планетарий. А стоит ли нам ходить в планетарий? А я тут не был ни разу. Слушайте. Так, надо хильнуться. Кайф. С тех пор, как возникло человечество, оно было охвачено ненасытной жаждой знаний о вселенной. Чтобы понять, почему люди... Мать твою, до свидания. До свидания. Я что-то посмотрел в ту сторону и больше смотреть туда не хочу. До свидания. Скелетончик. А зачем я сюда ходил? А хер его знает, зачем я сюда ходил. Вам нужен ключ. А компудах теперь можем взломать. Вот давайте, друзья, напоследочек. Я сейчас хакну компьютер. Ах, наука нужна 50. Черт. Жалко. Жалко. Сейф там был, наверное, какой-то хороший. Но ничего, я, если что, сюда еще вернусь. Все, чапаем на выход. Надеюсь, больше тут нету. Супермутантов. Кроме тех, которые лежат. И, наверное, на этом мы серию и закончим. А давайте прямо сейчас закончим серию. И я опять пришел. Я опять сюда пришел. Сделал огромный крюк и пришел сюда. Молодец, блин. Вот он, Атриум. Ларчик просто открывался. Вот он. Вот отсюда мы начали. Вот и все. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. С вами был Антон. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте. Читайте в Твиттере. Так, вот он, монумент. Куда я чесанул-то? Молодец. Вообще, даю дрозда. Короче говоря, всем удачи, друзья. Играйте в хорошие игры. Вон там, на самом верху находится ретранслятор, собственно, для которого мы исперли эту самую тарелку. Тарельку. Тарельку. В общем-то, друзья, всем удачи. Всем пока. Уже затянулось прощание. Увидимся в следующей серии. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok